за окном тревожные огни в городе на пожаре пострадала пенсионерка и никто не мог подумать что такое волна прозритель что так сильно напугала соседей ничего святого в бобруйском районе школьник украл пожертвования на храм и блюдо которое подают холодным мужчина из мести похитил автоприцеп товарища это сирена громкий чп за неделю страшная правда из жизни города мы уложимся ровно в 10 минут засекайте бобруйске на пожаре пострадала женщина с ожогами она доставлена в больницу воскресное чп взбудоражило весь город пламя виднелось за несколько километров а выходных с последствиями карина гуревич наталья максимова не может сдержать слез вечер воскресенья надолго отпечатался в ее памяти пожар поднял на уши не то что всю улицу несколько кварталов дымовая завеса виднелась из центра города но куда сильнее женщину напугал приезд скорой от огня пострадала хозяйка дома я испугалась я очень женщину знала очень хорошо да испугались от этой веси вот русская испугались от всех и никто не мог подумать что такое волна проза тим на глузкую спасатели прибыли около половины девятого вечера к этому моменту пламя сараев уже перекинулось на жилой дом без пострадавших не обошлось хозяйка дома получила ожоги 2 3 степени пенсионерку госпитализировали предположительная причина неосторожное обращение с огнем как рассказали местные жители соседи люди мирные хотя сын порой и злоупотреблял алкоголем под крышей дома твоего огонь обычно беспощаден он забирает жизни нажитое имущество а часто люди остаются и вовсе без крова последствия жаркого вечера заметны за десятки метров здесь кровлю пламя превратило в решето еще один пожар произошел по переулку парковому на этот раз без пострадавших густой черный дым начал валить из под крыши хозяева в этот момент находились на улице огонь повредил кровлю и уничтожил имущество причину предстоит выяснить специалистам в тот же день горела и дача на мопро по прибытии первых подразделения мчс наблюдалось открытое горение данного домовладения хозяев на месте не было спасатели ликвидировали данного сгорания в результате которого повреждена кровля перекрытие имущество в доме пострадавших мед причиной выясняется неосторожное обращение с огнем неисправная электропроводка не потушенная сигарета пал травы причины пожаров можно перечислять бесконечно в 90 процента случаев чп можно предсказать и даже предотвратить спасатели ежедневно неустанно твердят правила безопасности не просто сухая теория а жизненно необходимая информация а вот как воспользоваться ей каждый решает сам карина гуревич станислав чечерин сирена а в бобруевском районе мужчина получил ожоги когда пытался потушить свой мерседес легковушка загорелась в деревне бибковщина около часа дня хозяин хотел справиться с огнем самостоятельно но не получилось поэтому пришлось прибегнуть к помощи спасателей местному жителю оказали первую помощь и отпустили домой ликвидировали данное возгорание с помощью порошкового огнетушителя в результате пожара повреждено лобовое стекло подкапотное пространство и салон автомобиля 45 пожаров с начала года и 8 погибших это цифры только по бобруйску масштабах страны произошло больше двух тысяч чп пламя унесло жизни свыше 300 человек среди них два ребенка кошмар на его милиция продолжает поиски мамы младенца которого нашли в лесополосе улицы чеплыгина тело новорожденного обнаружили вечером 12 апреля мальчик был завернут в женскую комбинацию полиэтиленовый пакет роды как сообщается проходили не в больнице сотрудниками воды бобруйского госполкома провоза комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности биологической матери связи чем обращаемся гражданам обладающим какой-либо информации о женщине которая имела явные признаки беременности а в настоящее время такие признаки отсутствуют как и новорожденные если вы владеете какой-либо информацией обращайтесь по номерам телефонов которые указаны на ваших экранах анонимность гарантируется трое бобруйчан похитили автоприцеп стоимостью 3000 рублей установлено к совершению преступления сообщники готовились заранее не работающий 28-летний парень проживал по соседству с потерпевшим между ними часто возникали конфликты после очередной ссоры мужчина уговорил двух 18-летних приятелей учащихся колледжа украсть соседский прицеп и сдать его на металлолом задуманное совершили ночью возбуждено уголовное дело в бобруйском районе школьник похитил пожертвования из церкви в рвд обратился настоятель храма который сообщил о хищении 300 белорусских рублей и более 62 тысяч российских правоохранители установили деньги украл местный школьник 16-летний подросток неоднократно бывал в храме помогал по хозяйству за несколько дней парень купил себе новый мобильный телефон несколько чехлов планшет и наушники чем и привлек внимание милиционеров это была сирена ну а больше новостей ищите на нашем канале в ютюбе соц сетях я кристина рианц увидимся через неделю в ютюбе с в ютюбе Продолжение следует...